матч с италией получился тренировочным дико интересным хочется пересматривать снова и снова потому что наши забросили 10 шайб на самом деле что еще добавить это была игра обязательно сборной россии не могла выйти сыграть в три звена в два звена поставить 3 вратаря могла но все посчитали нужным усилевскому дать сыграть чтобы находился в тонусе чтобы у него не было паузы потому что до этого матча был выходной после него будет до выходных где не будет ничего кроме тренировок и вообще подводить итоги по этой игре можно только вот с двух позиций первые не пропустили хорошо 2 забили 10 о чем я и говорил что если команда забьет меньше десяти то есть забили 11 то это будет плохо забили больше молодцы все удалось ну и показательная реакция хоккеистов которые овечкин сказал что поставили галочку идем дальше не знаю выискивать здесь что-то невероятное нереальное вот я пока не знаю фотографировались игроки сборной италии с российскими звездами в смешанной зоне а вот для них тогда можно посчитать этот матч успешным было бы но я к сожалению пока не владею такой информацией а так все молодцы кузнецов забросил пару шайб овечкин забросил вернул какую-то уверенность для снайпер это всегда важно в общем-то и все позитивные моменты которые можно взять через этого матча надо забыть его быстрее и готовится к игре слад и хотя впереди еще целых два дня и можно чем-нибудь хорошим заняться в братья славе я не знаю зачем я в принципе какой-то тут анализ или что-то вообще в принципе произношу потому что мачталии это скукотища полная если вы его не смотрели вы не смотрите никогда такие ветеранские покатушечки пол ноги даже в четверть наверное по итогам которого ну мы знали и так что россия очень очень сильно превосходит детали просто убедились в этом еще раз бернард порадовался за овечки на тот наконец-то забил здорово молодцы тренер сборной италии высказал интересную мысль что возможно стоит поменять формат чемпионата мира разделить его на две группы по 8 команд в одной из групп чтобы были все топ сборные а в другой там оставшиеся 8 и чтобы нижняя группа она боролась за одно скажем место за выход за выход в плей-офф или на за то чтобы на следующий год поменять состав групп то есть он первая поднимается последняя из высшей группы спускается ниже ну возможно это стоило бы сделать другой стороны в следующем году вернуться беларуси и казахстан и будет гораздо гораздо веселее в этом плане и гораздо упорнее все чемпионат мира сокращать не надо но что-то с ним сделать необходимо а лучше всего развивать хоккей в италии чем не хайф не занимается совсем большому нашему сожалению